МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на 9-м канале в студии Игорь Богатырев. Здравствуйте. Двое старооскольских полицейских обвиняются в фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности и халатности. Обнаружила преступление собственная служба безопасности. Сотрудников сразу же уволили. Сейчас дело рассматривает городской суд. Уголовное дело в отношении двух сотрудников старооскольской полиции возбудили по статьям 293 и 303 УК РФ. Фальсификация административного дела и халатность. Первое преступление произошло в декабре 2021 года. Тогда напарникам поступило сообщение об обнаружении наркотических средств. Но сотрудники полиции не предприняли никаких мер к изъятию, обеспечению безопасности места происшествия по данным, где находились наркотические средства. Следовательно, отнеслись халатно к своим должностным обязанностям, в связи с чем данные наркотические средства были запущены в наркотический оборот по старому осколу. Позже эти же полицейские фальсифицировали доказательства по административному делу – распитие спиртных напитков в общественном месте. Изобличили гражданина, который распивал спиртные напитки в общественном месте, после чего хотели ставить на него административный материал. У данного гражданина не оказалось собой паспорта, на что последний им предложил составить административный материал на своего друга, другого лица вообще, который даже не присутствовал в тот момент на месте происшествия. Что сотрудники полиции сделали, тем самым сфальсифицировали административный материал. Сотрудники отдела собственной безопасности в результате проверки административных материалов выяснили, что Старосколец, указанный в протоколе, вовсе не присутствовал в том районе в тот день. Затем узнали и о невыезде полицейских по факту обнаружения наркотиков. Начали проверять видеорегистраторы, после чего поставили на прослушку, начали прослушиваться мобильные устройства сотрудников, которые в ходе телефонного разговора пояснили, что они не выехали на место происшествия. И также на видеозаписи это было всё запечатлено. Сначала обвиняемые полицейские воспользовались 51-й статьёй Конституции и не стали свидетельствовать против себя. Но после ознакомления с доказательной базой признали вину. Сейчас дело рассматривается Староскольским городским судом. Мария Шелипова, Алексей Грачев, Евгений Сазонов, 9 канал. Все лето Тимур готовился к школе. Читал, учил стихи, писал и решал примеры. Первый класс – дело нешуточное. Ведь это начало внушительного пути длиною в 11 лет. Я хожу на подготовительное какое-то занятие. Я там занимаюсь, мне там дают домашку, я её выполняю, я читаю книги. Ну и я считаю, что я готов. Помимо знаний, подготовка к школе включает в себя и покупку концтоваров. Дело затратное. Тетрадь с маленькой ручкой, набор скрепок и кнопок. Обложки. Какой-то журнал, какой-то альбом, какая-то книга. Список необходимых предметов выдают в школе. Помимо тетрадей, ручек и карандашей туда входят краски, пластилин, подложка для занятий декоративно-прикладным творчеством, баночка-непроливайка, различные папки. На это всё и покупку рюкзака мы потратили около 10 тысяч рублей. Пластилин есть вот такой. Тут у нас карандаши, скрепки, клей-крандаш, клей-пула, карандаши, линейка. Самой затратной статьей расходов к первому сентября стала одежда и обувь. Мучительно. Всё это надо было примерять. Всё это вот это. Долго в магазине сидеть было, не отдыхал. Надо ходить. Время в другие магазины было. Мы покупали пиджак, штаны, рубашки, жилетки, носки, брюки. Всё такое, короче. Тимуру было сложно всё примерять и родителям платить. Детский костюм «Тройка» в районе 6 тысяч. Рубашки на смену ещё 3,5. Столько же спортивный костюм. Туфли около двух, кроссовки для спортивного зала и улицы ещё пять. И дополнительно всякие нужные мелочи. Вот, видишь, у меня новый костюм. В среднем по России обходится в 22 тысячи для мальчика и почти в 27 тысяч, если речь идёт о девочке. По сравнению с прошлым годом сумма выросла на 11-13%. Визажисты и косметологи советуют женщинам летом делать каникулы для кожи и меньше краситься. Да и в целом, по данным опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Суперджоп», делать макияж перед работой россиянки стали реже. По данным исследования, ежедневно красится перед работой две из трёх девушек. Каждая четвёртая использует декоративную косметику лишь иногда, например, перед особо ответственным днём или корпоративом. Никогда не наносят макияж на работу 10% женщин. Некоторые объясняют это нежеланием смешивать работу и личную жизнь. Другие – трендом на естественность и комфорт. Интересно, что тех, кто привык наносить мейкап ежедневно, больше всего среди женщин с доходом от 80 тысяч рублей. От древних племён Аланов и крепости Оскол до Великой Отечественной. Экскурсия по слободе Казацкой охватывает едва ли не всю историю нашей страны. По незнакомым знакомым местам прошла Лариса Ульяненко. Старый железный мост на реке Осколец делит время и пространство. Перешёл по нему и с Казацкой попал на Гумны. А если отправиться в обратном направлении, да с хорошим провожатым, можно оказаться в прошлом. Хоть в 20 веке, хоть в 19, а то и того раньше. С моста и начинается наша экскурсия. Проводником по слободе Казацкой уже 12 лет работает Татьяна Юркова. Говорит, что давным-давно эти места заселяли племена Аланов. А на месте микрорайонов юго-запада были заливные луга, плодородные земли. Разливаясь, река оставляла ил. Прекрасное удобрение. До начала 20 века река Осколец была судоходная. То есть пароходы плавали. Смотрите, какая это была река. Осколец и только приток. Оскол был ещё больше. Наш путь лежит по живописным улочкам. Одна из них, совсем небольшая, носит имя Оскольчанина Владимира Быкова. До победы 22-летний герой Советского Союза не дожил три месяца. Следующая остановка отправляет нас уже не на десятки лет назад, на сотни. Экскурсовод знакомит пенсионерок с языком предков. Современникам почти непонятным. Всякие государевы, польские службы, польские степные. У железной дороги снова привал. В общеизвестные факты истории создания ветки «Старая Оскола» вплетается история семьи Юрковых. Бабушка Татьяны Михайловны, хотя и была уже, как говорили, на сносях, тоже помогала строить. У нее был очень хороший голос, она пела на гитаре. Гитара шестиструнная, три струны лопнули, и были всего три. И тем не менее, вот она придет, что-то там поможет, куховарить, воды поднести, попить тем, кто работала. И женщины говорили, Рим, ты посиди, лучше спой. Маме моей на тот момент, вот она старшая, маме на тот момент было шесть лет моей. И сюда женщинам привозили горячий обед. Баланга, брюква, шкурки от картошки. Работали сутками, без отдыха, спали здесь же рядом. Даже вот этой похлебкой приходили дети, у кого были маленькие. Мамы делились даже этой похлебкой. На месте медколледжа в годы войны работал госпиталь. И что в братской могиле, и те, кто умер от ран, и кто погиб на поле боя. Это над городом был сбит самолет. Погибли летчики. Первое было захоронение. Затем, когда там был госпиталь, то есть тяжело раненые умирали, к сожалению. Их тоже туда подзахоранивали. Следующая точка у храма Вознесения. Затем снова вперед. На холм, где расстреляли семьи работников сельсовета. К яме, куда падали убитые, долго не пускали жителей. Казнь была показательной. В такой же демонстрации нового порядка стали виселицы на Ленина. Тела не давали снимать. Неделями. За девять месяцев оккупации убитые повешено 836 тараскольцев. Вот одна из таких фотографий. Здесь вот как раз-то добивают пленных. Как раз сзади овраг. Они падают. Их ветками, ветошью всякое забрасывали. Вот. И оставляли. Даже не утрудали, чтобы захоронить как следует. Вот, пожалуйста, что нашли. Что делали фашисты при отступлении? Страшно. Видите, сугробы, морозы стояли большие. То есть убивали целый силы. Видите, ты при чем? Несмотря на зверство, оккупантов, убитых красноармейцами, хоронили по-человечески. Даже во дворах частных домов, практически под порогом, была такая могила и у Юрковых. Чему немцы, приехавшие уже в 80-е, перезахоранивать останки, удивлялись. Спрашивали, это же столько неудобств. Как же вы согласились? Но они говорят, вот, был такой ответ, что к смерти нужно относиться с уважением. Идея с маршрутом по Слободе-Казацкой – дело рук Татьяны Юрковой. В год проводят две экскурсии. На каждую записываются 10-15 пенсионеров. Татьяна Михайловна Нашкра изучает давно и обижается, когда местные приезжие говорят, что у нас нечего смотреть. Любимая точка маршрута – храм. Очень красивая панорама, обзор здесь с казацких бугров. Лариса Ульянинка, Дмитрий Жиляков, Илья Самсонов, 9 канал. На этом наша программа завершена. Впереди прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. В студии Анастасия Иконникова. Здравствуйте. Последний день лета встретит староскользов переменной облачностью. По данным гидрометцентра, в среду 31 августа без осадков. Утром слегка прохладно, плюс 16 градусов. Днем и вечером около 25. Потоки воздуха придут с северо-запада. Ночью температура упадет до 13 градусов. Растущая луна, спокойное магнитное поле. Атмосферное давление в норме. 746-748 мм ртутного столба.